Я, мы, маленький мук. В столице Черноземья начался девятый маршак-фест. Открыла театральный фестиваль премьера в Тюзе. Постановка режиссера из Москвы Виктории Печерниковой. Маленький мук по османской сказке Вильгельма Гауфа. Какой получилась история взросления на лицо ужасного, но доброго внутри карлика. Расскажем в нашем сюжете. Поддерживайте друг друга, помогайте. Окончание слов, подхваты. Не забываем про зрителя. Дикция! Раз, два, три! Слова напутствия от режиссера и выход на сцену. Пока публика только занимает свои места, сказка уже начинается. Актеры в образах загадочно расхаживают, пуская мыльные пузыри, тем самым настраивая маленьких зрителей на атмосферу волшебства. А за кулисами заряжается реквизит и надеваются костюмы. Впрочем, в этом спектакле это скорее декорации. Есть элементы такие, как вот пальма. Пальма выполнена как шлем, и получается, ты на себя ее надеваешь и превращаешься в пальму. Она имеет некоторый вес, не очень большой она имеет. В основном даже это габаритность. Очень нужно понимать, где ты находишься, кто рядом с тобой, чтобы вы не врезались, не застряли. Поэтому, как в машине, понимаешь, ты в джипе там или ты в матизе. Нужно контролировать эти объемы, повороты. Ты так печально и грустна. Не расскажешь своей матери, что тебя тревожит. Начинается история не с маленького мука, а с притчи Гауфа «Сказка под видом альманаха». Мудрая королева фантазия помогает своей дочери проникнуть в мир людей. Спрятать сказку под видом серьезного альманаха. Ничего у вас не вышло. Мы тебя сразу узнали. «Сказка» погружает стражей в призрачный мир Востока. По аравийской пустыне плывет караван. На привалах бедуины коротают время. На одном из них таинственный попутчик рассказывает им историю карлика с большой головой. Чтобы максимально сохранить авторский стиль, столичный режиссер Виктория Печерникова сделала собственный перевод известного произведения Гауфа. Повествование строится по принципу коллективного рассказчика. Поэтому маленький мук – это кукла, которую ведут несколько артистов. Один из них – новый актер Тюза Константин Гунькин, недавний выпускник Института искусств. Как только мы начали делать этот спектакль, выяснилось то, что я буду как самый молодой водить первую куклу. Естественно, я первый проходил через все эти этапы. И сначала мне каждый человек подбегал, говорил, вот так надо, вот так. Это совершенно другой театр для меня сейчас, вот именно, когда появилась кукла. Я совершенно по-новому взглянул. Скажем так, меня как будто в ледяную воду бросили и заставили учиться заново ходить, жить и говорить. При этом каждый актер перевоплощается на сцене во множество других персонажей и даже предметов. И дверью, и вазой, и пальмой, и министром, кем только не являются. И это максимально быстро все переодеваются, и декорации носят на своей груди, на спине, на голове, на всем. Это трудно физически, и много танцуют, много двигаются. И кукла возникла тоже отсюда же. Мы решили отстранить, как бы отодвинуть маленького Мука от человеческой психологии, потому что он не бы того существует в этой сказке. Он существует как существо максимально чистое, честное. А таких людей не бывает. Восток – дело тонкое, поэтому репетиции начинали с актерских тренингов. Плюс свое мастерство коллегам из ТЮЗа передавал актер театра кукол Владислав Ефанов. Вообще история очень поучительная и метафоричная. Хотя бы в том, что маленького Мука ведут только мужчины. Каждый мужчина проходит здесь свою главу. Что он может дать Муку? А женский мир – мы тоже берем куклу. Но мы берем куклу не как водящие ее, а скорее в подход все вместе, как вот этот, опять же, любовь и женский мир, который ее окутывает и ведут через какие-то препятствия, когда ему очень тяжело. Там целый пазл. Если одну частичку убрать, все рассыпется. Все ради Мука. Я, мы, Мук. Это девиз нашего спектакля. У нас каждый мужчина, он проходит этапы этого Мука. То есть в каждом есть свой Мук. Здесь немножко другое правило существования. То есть в других спектаклях там, по большей части, вы играете, партнерствуете как пинг-понг. Это как эстафета. То есть мы друг другу передаем палочку и как один человек держим историю. Несмотря на свою радость, он заснул от усталости. Ведь тельце маленького Мука, которому приходилось на себе нести такую тяжелую голову, не могло бы держать многого. В поисках своего места на Земле Маленький Мук находит магические предметы, волшебную трость и туфли-скороходы. Он верит, что они принесут ему счастье, однако сталкивается лишь с жестокостью, завистью и злобой окружающих. Маленький Мук в этом смысле проходит ровно тот путь, который проходит любой человек, даже очень маленький человек, который знакомится с этим миром, пытается с ним взаимодействовать, который сталкивается с жестокостью этого мира, сталкивается с тем, что, оказывается, его могут и обмануть. Это очень грустно, но это факты, это уроки жизни, которые человек должен приобрести, чтобы повзрослеть, в конце концов. Новый спектакль «Тюза» получился красочным, словно восточный ковер, а также наполненным хулиганством и множеством интересных режиссерских находок, где перемешиваются пластический, кукольный и драматический театры. Впереди у маленьких зрителей дюжина таких же незабываемых постановок от самых интересных коллективов России и насыщенная образовательная программа.